Ребят, доброе утро! С вами Игнат. Начинаю я влог дома в квартире со мной. Па-бам! Светланка! Доброе утро! Первым днём 2020 года. Да, сегодня первый день 2020 года. Он очень красивый, помогит себя оправдать как лучший день, лучшее начало. Лучшее начало 2020 года. Мне знаешь, что пишут? Я вчера выложил ролик. Фонарь сильно слепит? Я его сейчас отключу. Просто я не знаю, куда смотреть. Короче, мне... Я вчера выложил ролик, последний закат 2020 года. Мне там три человека написали, а первый закат... А! Последний закат 2019 года. Мне пишут, а первый закат 2020 года. Я думаю, что мы сегодня уже с тобой в Ялту едем, поэтому надо нам как-то поспеть так, чтобы... Ай-Петри? Она же будет в гору уходить. Там за Ай-Петри не видно будет особого заката. А если ещё облачно будет, то фиг знает. Ну попробовать можно. Ну будет в Ялте. Первый закат 2020. Сколько сейчас времени? Уже как бы не особое утро, а уже день 12.40. А-а-а... Ну, до 1 января это утро. Да. Мы с тобой сейчас, наверное, поладим. Ты на панели не была? Пойдём, я тебя на панели свожу. Да, давай. И потом мы, ребята, ещё решили всё-таки... Пока 1 января решили проникнуть на Свинягинскую дачу. Её, говорят, вроде как взялись реставрировать. Это, конечно, не может не радовать. Ну, конечно. Но с другой стороны, если там охранники... Мы со Светой просто подумали, что нам будет. Максимум, что будет. Да, не пустят. Охранники выведут нас. Выведут оттуда, и всё. А мы будем прикидываться заблудившимися туристами, и всё. Да. В принципе, меня уже когда-то выводили с пистолетами. Поэтому мне уже не страшно. Ну, почему-то я и не удивлён. Ну, не с этой дачи, а с другого объекта. Тем не менее. Я уже готова морально. Но будем надеяться на лучшее, что сегодня, в честь Нового года, охранники будут нам благосклонны. И что они вообще набухались и шпят. Вообще их нет, да. А может, они где-то у дам отсыпаются. Да, тоже вариант. Хотя... Конечно, и как бы с одной стороны, людей-то подставлять не хочется. Но с другой стороны, они могут... Не то, что их там не может не быть. Они могут делать обход территории, и мы просто разминулись. Ну да, конечно. Я, собственно, вот когда на тот объект, я так и проникла, что они ходили кругом. Я попала в дырку через забор, когда как раз они шли. А потом они же вернулись, и мы встретились. И они меня приняли. Опа! Здесь вообще нельзя находиться. Эта Света лазила на недострой тоже. Уже, да. Еще два года, два-три уже. Два года назад. Два года назад. Да, кстати, ровно. Я 4 января лазила туда. Восемнадцатого... Восемнадцатого года, да. А, восемнадцатого? Да. Сегодня уже двадцатый. Два года назад. И здесь. Она кушать идет. Тедженя их кормит. Не хочу. Да. Я хочу фокус. Что за фокус? Давай на пианино. Ну пойдем другую. Их там много. Может быть будут более ласковые? Мы просто, ребята. Там в интернете есть ролик, как котик играет на пианино. Мы хотим теплое сделать. Дайте шапку нет я даже не взял с собой у меня есть капюшон в принципе-то а небо посмотри как летом блин света говорит у них симферополе она тоже тоже говорит редко видит солнце нет это тетя танина это не переживет игры на пианино здравствуйте с новым годом ты видел к видела какая она вот зацепь надо она открыта иногда она так застревает не димка научил зацепь дергаешь она открывается в любом случае так все это было да мне нравится юность потому что там знаешь это же был пионерлагерь и она все вся целостность это не тронуты там никаких датчик нет ничего нет все как было так и есть там люди живут по моему с людьми никак не здесь тоже здесь тоже живот и на территории даже живут нет в этих вот здесь живут в этом доме живут там дальше дом есть живут тех которые слева дороги там саш они вообще были огорожены ну да вот богдан пустая допустим вот эта вилла богдан который возле телеха ребята все вот она люха мы идем по делам на дело по делам на дело сетланка у нас боевая подруга тоже горит полезу данный каблука побить ребят будет супер мега крутой ролик с дачи свинягина бы и был же ролик но то было другой камеры а этой камеры я прям все более детально запечатлен для истории и мой любимый балкон в поздравлении аппе последний закат видели этот балкон последний закат 2019 уже отсняли практически все сейчас я еще немножко двор поснимаю и все наверно рвем когти со света в ялту ай какая красота там ребята в ролике вы увидите я не буду спалерить но тут кое-что поменялось здесь уже много чего ну не то что кардинально поменялось но поменялось не прям я я очень этому рад спалерить не буду дождитесь ролика потом посмотрите я таких фоток для дзена наделал просто цирка мне на дзен писать никогда я не хочу отсюда прямо уходить как здесь круто еще тут кое-какие секреты поскрывались по поводу этих там вазонов которые наверху все это будет в ролике светлана что вы скажете по поводу сегодняшней нашей покупаем это отличный вообще способ провести 1 января и я благодарна вам ребята что вы меня провели на это сакральное место светланка из нашей банды она любительница такого красоту заброшено строение было и вообще было величие было дворянской жизни много разных аппетитов можно подобрать до этого в общем я довольна спасибо а мы то как тоже довольны но вы еще тоже показать я вам покажу сейчас на свету посмотрите как я вчера бенгальский огонь держал пропалил здесь пропалил и у меня туда живал дыр круче я взял то вы помните я два или три взял держал и думал ну чё-то горячего не думал что прям до такой степени прикиньте да красота я в ролике сюда не ходил поэтому сюда схожу по влоге ребят ролик будет конечно огонь я даже в этот угол поднялся смотрите это вот их они красиво себе видите какое решение придумали соседняя дача вот этой от них забором обычно вот как все заборы в крыму видите дебина свиняги на себе свиняги на снег свиняги на себе не стали делать забор они сделали эту офигенную галерею и они прям убили двух зайцев они во первых огородились от соседей высокой огромной стеной а во вторых но это я делаю такие выводы а во вторых это просто красиво и шикарный такая прогулочная у них получилось японский городовой тоже рушится сумму него просто получилось шикарное как бы и соседи ничего не ничего не видят и променад какой балкон слушать какие вот это правда архитекторы кто это делал но это просто взять и вот так вот придумать да но в итоге так как получается ну как бы такое умное решение безусловно вроде как ничего такого замысловатого а вот попробуй додумайся тогда такой забор от соседей сделать слушайте это это дача это вообще что-то с чем-то да это конечно моя самая любимая дача вот сняли мы ребята еще красоты башня оказывается открытая же там не были ни разу слушайте да теперь прям я могу с полной уверенности сказать что я видел ее всю и видел ее все любят мы на территории на территории вот она свинядинская дача а вот здесь вот проходили проходили дэнсы дискотеки помните когда тетенька орала строимся отряды строимся за брэк-данса лаврушка он возле ленина ребята растет настоящие ты же объяснял от лавролиста я для дзена ребята тоже ленина нафоткал помнишь эту тетю которая тут постоянно орала 4 отряд она еще такой голос не был строимся то никакой дискотеки вам не будет и вот так угарали от этой тети а из этого камня что фонтан прям был камень не настоящими камень целая фонтана нет не было богдан богдан с этой стороны вообще огромный да уже поэтому сегодня проникновение мелки наверно тоже отсюда прошел да пойдем пойдем здесь подруга живет и говорю да это типа парадная я лестницу покажу посмотрите какая железная лестница минтовая наверх окно тоже видите и людей здесь цветочки растут видите люди тоже новый год сделали круто свет я все говорил что живут прям здесь не там живут а это живые дома и там еще дальше люди тоже живут ребята у нас сегодня такой эксклюзивный влог у нас сегодня такой эксклюзивный ролик у нас сегодня вообще эксклюзивный день до свет мы как бы дача свинядина то это но мы бывали да но то что открыли подвал и открыли эту башню это про вообще эксклюзив эксклюзив поскольку время сейчас пока доедем или на закат мы просмотрим а посмотри 142 сейчас надо будет пока я это чудо нового буду там до 142 может успеем на него если мы успеем на 142 вообще быстро приедем я утеплился в общем и как планировали едем в ялту просто светик поедет домой потому что мне сегодня друзья приедут они будут встретить встречать ей надо я пойду поеду поснимаю ялту как и планировали мне уже вон у спортивных мы уже перекусили и просто было лень лень даже шевелиться было идем сейчас мы весь день же на улице мы реально весь день до 12 вышли часа 34 мы были 33 точно мы были на улице света говорит сюда тоже хотела бы залезть на мечту я видел фотографии короче там все внутри очень печально и даже этажи были по поломаны межэтажные перегородки просто ребята я вам зайти что и света говорите сюда показать сколько народу приехала на вы выходные мы просто с ильей знаешь что мы абсолютно они тут ходили а но ты-то веришь 1 января люди разглядывает виллы и как будто даже первый раз видят их ой ребят бежим бежим осталось там буквально если верить этому летнему расписанию 45 минут и все за сегодня еще тем более 1 января непонятно конечно уедем и сейчас или нет уедем там и в любом случае но я имею ввиду на это время ребята она на этот место настоящая блин нет мы на нем будем вечность и пойдем по успеем и на расписание прочитать ну короче ребята быстренько быстренько вы бежали вниз перехватили этот 115 едем на 115 потому что черт его знает 142 может сегодня не ходить лучше мы гарантированно на этом уже доедем а следующий черт его знает может быть только через час мы в ялте ребята я уже успела в москале да света удивляется какой быстрый автоуз говорит смена 142 же ехали на 115 да кстати я забыл вам сказать вот это терпит платно в ход бесплатно совсем бесплатно все заходят говорят сколько стоит бесплатно все так удивляется бесплатно женщина говорит а вот этот ну пойдем вон там мне кажется кофе есть или там или там стремно не зашли кофе попить рассказывай как поездка я начала залипать потому что очень долго ехали в группу постоянно повороты туда-сюда а я же все таки вчера пила шампанское немало и меня просто вот даже несмотря на нужна толпа женщин массивных атаковала периодически моржутку и бедного Игната вообще сместили их куда-то назад но кому-то показалось что очень даже быстро доехали говорят как может доехали это все субъективно они наверное знают что это какой-нибудь арианду видят конечно там близко мы с семьи за конечно долго ехали я поэтому не люблю этот маршрут конечно убью где у нас в кафешке там у них попугай он сидит смотри сюда на пони ковраха все в одном стиле выдержано все светик уже уезжает мы со светой увидимся послезавтра послезавтра да мы пойдем в Балаклава из Ласпи в Балаклава да если вдруг завтра что-то не передумаем ну если ты что-нибудь новое не придумаешь да но мы не передумаем точно мы третьего да да я тебе если что буду писать что со светой ночью не прощаемся да а ты седьмого пойдешь седьмого да я почему-то я даже всем сказал что я шестого уезжаю я за разы седьмого уезжаю мне бонусом день достался я вообще его не ждал а вот сколько у тебя полос? 17.40 17.40 17.40 17.40 а у тебя питерский да? а у тебя да а московский следует 18? да 18 с чем то 18.10 что ли или 18.20 сейчас разница уходит друг от друга и все равно стоят на одном ну короче на многих вокзалах параллельно стоят нам принесли дружок да да надо же снимать еду принесли кофеечек и тортик так как мы прям пахнет пахнет да? да это ты молоко попросила? это ты я ведь молоко и поэтому нам дали видимо да ты же хотел капучино да все приятного аппетита нам все ребята мы поедем заточили тортик худейшие это был творожник ну да хороший сок Света такой сок вкусный купила Каша он прям знаете его пьешь а он как настоящее вино прям терпкий такой сады придони эксклюзив а вот даже написано терпкий гранат сто процентный сок короче мы типа без сахара даже да и он правда на вкус как вино а гранатовое вино наверное бывает тоже да? наверное бывает да надо мне тоже такое я придумал что когда я буду ну в какой-то компании сидеть бухать я буду его бухать да никто даже не догадается да дерево в кафешке прям представляете мы вон в кафешке и вот смотри тоже дерево о да тут много деревьев да все ребят мы со Светой попрощались записали начало и конец ролика я тут спущусь я тут нифига не спущусь наверное ой взял я обратный билет на 21.45 короче у меня на все про все чтоб нагуляться по Ялте 4 часа это я считаю более чем достаточно все в общем пошел я на троллейбус и да кстати мне надо в Севастополе билетик из троллейбуса у меня же целая коллекция из Ялты все еду на набережную я не хочу на маршрутке я хочу на троллейбусе мне нужен билетик из Ялты из Севастополя я не знаю в Севастополь я может и не поеду а из Ялты мне точно нужен билет вон какая тут ёлка а вон она сцена концерт там идет в одbacks enormously там вафли мне друзьям которые Забудь её, забудь Ты её забудь И тебе на сердце рады, рады Но ты не знаешь, что я верю Я буду тебе так туманит Медленно дону Фу, ребят, я сейчас стоял, смотрел концерт Я в ролике тоже это сказал Так, я занялся Мне надо камеру суперровно держать А, у меня прям аж колбасит всего Я, наверное, пойду сейчас в горячий Глинтвейн без алкогольного выпью Так, мне запомнить 21.47 у меня автобус Он Глинтвейн есть, 150 рублей стоит И алкогольный, и без алкоголя А, он весь безалкогольный Им, наверное, нельзя тут алкоголь продавать Сейчас ещё тут минут 20 постою За Глинтвейном, наверное Мегально, прям я весь Всего-всего-всего меня трясёт от холода Когда ходишь и едешься нормально Когда стоишь, прям жесть О, я целый час постоял там Не, конечно, круто, что это посмотрел Мне понравилось, но холодно Шашлык, шашлык Он такой Вас будем выделять везде И вы нас Поехали Прыгаем Прыгаем Вот оно Глинтвейн мой Тут всё-всё полбаса Всё, я греюсь и бегу дальше Видите, какие крылья Открыли Фотографироваться Я нашёл туалеты Смотрите, ребят Всё-всё-всё, я тоже в ролик снял Они реально все в гирляндах Там туда-вдаль смотришь Все, пакет Каждый столб Гирляндии, видите? Ребят, всё, я, короче, убрал эту большую камеру Сейчас я с этой камеры сюда подойду К этой, как олейке назвать, что ли У меня уже плавные кадры ровные не получаются Мне холодно Меня трясёт Хоть и попила, всё равно Меня трясёт Глинтвейна Ну да ладно Я и так концерт вложу Хороший концерт И сейчас всё, ребят Пойду туда-назад Хочу смотреть концерт Так, пойду понизу Поверху прошёлся Опа Пройтись возле моря Там такой салют Там поют руки вверх Тут женщины Подпевают Танцуют Ребята, пирс вообще уже прям разваливается Там, ребята, колбаса Руки вверх Тимы белорусских Всё так круто Блин, мне надо идти на автобус И, конечно, жалко, что я один Илюха не захотел со мной ехать Вот это вот всё тоже в ролике Я не знаю, вы уже, наверное, посмотрели Да, тот ролик вы уже посмотрели Все пальмы эти Так, ну и это вам тоже покажу Потому что я здесь шёл, снимал Большой камерой В логовой тоже всё покажу Я попил к Глинтвейну И теперь, блин По техническим причинам Я в ролике тоже говорил Здесь было бы круто Если бы в Настил И сделать каток Как у нас в Питере Там сделали в этом году На Манежной площади Вот вообще бы для Ялты это было Там, где Глинтвейн продавал Там такая выпечка творога Прям пироги такие высокие С творогом Творог, творог, творог Я бы перекусил на её кремень Ничего такого не ем Я, в принципе, эти дни салата Блин, ем всё такое Но пирог Мне, короче, ни пирожка Ничего не купил Кремень Вышел я, ребята, пораньше Из троллейбуса Потому что Время ещё есть Прогуляюсь ещё немножко Я, наверное, на этом влог и закончу Чует моё сердце снова Он длиннющий Спасибо, что его посмотрели, ребят Всех с прошедшим Новым годом Ещё раз Подписывайтесь на мои каналы На этот влоговый канал Если вы смотрите без подписки На основной канал Ссылки будут все в описании Фотографии будут на Яндекс Дзене Я, ребят, жду ваши комментарии Ваши лайки Всё, я с вами прощаюсь С вами был Игнат Из новогодней Ялты Пока Субтитры сделал DimaTorzok